Здравствуйте, дорогие друзья! В Стэнфордском университете есть центр, занимающийся изучением сострадания и альтруизма. Главляет этот центр доктор Эмма Цепала, которая с вами, можно сказать, входит в некий спор. В какой? По вопросу природы человека эгоизма или доброта, она говорит так. Некоторые считают, что люди эгоистичны по своей натуре. И жесткая конкуренция – ключ к успеху. Но принцип «выживает сильнейший» неверен, объясняет она. Можно подниматься вверх, не опуская окружающих. Неважно, чем вы занимаетесь, важно, чтобы работали на благо людей. Она говорит, что доброта основа человека, а не эгоизм. Доброта. Да. Интересно. То есть наш разум нам дан для того, чтобы относиться друг к другу с добром, с пониманием. Да, точно совершенно верно. Это определяет все отношения между нами, между государствами, народами. То есть если мы к этому придем, то наступит благо. Нет, это совсем другое дело, если придем. Я говорю, что это то, что руководит нами сегодня и во всей истории человечества. Но она говорит, иначе бы мы не выжили, если бы нами руководили. Я не знаю, почему бы мы не выжили. Это совсем другой вопрос. Я говорю о том, что отношения между нами держатся только на том, что каждый желает подняться выше над другим, определить свое благосостояние за счет другого. Использовать другого, да? Конечно. Мы ничем не отличаемся от животных, только тем, что нам дан еще разум. И мы используем его тоже для того же развития эгоистического во всех направлениях, в которых только можем. Поэтому человек – это самое большое зло в природе. Ну, этим вы ее добиваете вообще. Ну, нет. У нее розовые очки, и что я могу сделать? То есть основой, так или иначе, является эго? Основой природы является абсолютный эгоизм. Так и сказано в Торе. Я создал зло и дал Тору для его исправления. Так что пока что человек не использует правильно Тору, то есть свет, который в ней, для исправления эгоизма, он абсолютный эгоист. Да, но все равно, но стремиться надо к так или иначе. Стремиться можешь к чему хочешь. Дело в том, что если это твоя природа, твое стремление к исправлению эгоизма будет эгоистическим. Так лазейку дайте какую-нибудь. Никакой. Можно было. Никакой? Никакой. Абсолютно. Мы находимся в замкнутом круге. Как выйти из него? Никак. Только лишь если подействует на нас высший свет и вытащит нас оттуда. Из этого? Из этого круга эгоистического. А так любые наши стремления, благие порывы, все они абсолютно эгоистичны и злы. Продолжение следует.